Это уникальные кадры. Хроника обретения чудотворных мощей Блаженной Матроны в ночь на 8 марта 98 года. Археологи аккуратно сантиметр за сантиметром расчищают почву, извлекая гроб с телом святой. Тем временем, как могила углублялась, углублялась и все ближе становился гроб, предполагаемое место его, и все ближе становились мощи матушки, конечно, напряжение это только росло. Все ждали чуда. И оно случилось. Журналист Владимир Малягин рассказывает, когда археологи начали извлекать мощи из гроба, все пространство вокруг наполнило благоухание. А как же мощам не благоухать? Они не должны благоухать по определению, это же мощи святого. В 1952 году накануне своей смерти Блаженная Матрона произнесла несколько загадочных фраз. Старица точно знала, когда завершит земной путь и торопилась дать последнее, самое важное наставление. Все приходите ко мне как к живой и рассказывайте о своих бедах и скорбях, а я буду вас видеть, слышать и помогать вам. Эти слова Матроны поразили присутствующих. А Старица с хитрой улыбкой добавила, крепко держитесь все за мою пяточку и спасетесь. Откуда Матрона еще тогда знала о тысячах паломников, которые будут приходить в Покровский монастырь, чтобы приложиться к ее мощам? Что ей было известно о собственной судьбе? Знала ли Матрона, что ее признают святой? И почему даже после ее смерти происходят исцеления и чудеса? Чудотворец. 12 серия. Жизнь после смерти. Ее чтят и боготворят миллионы. Ее просят о невозможном. Женская заступница. Покровительница бездетных семей. Она исцеляла больных молитвой. Предсказывала будущее. Помогала в решении семейных проблем и конфликтов. Она никому не отказывала в помощи. Ни при жизни, ни после смерти. Впервые мы собрали по крупицам разрозненные и малоизвестные факты о жизни великой старицы. И шаг за шагом восстановили путь святой Матроны Московской. Это невероятная история о чуде, которому есть место в жизни каждой женщины. Сейчас едем в самое намоленное место, в Себино, там, где родилась, жила Матронушка. Для Валерия и Юлии Шаимовых поездка на родину святой Матроны в Тульскую область – последняя надежда спасти тяжелобольную дочь Сашу. На данный момент она уверенно не держит голову, не сидит без поддержки, ничего не может взять ручками, не ходит. У двухлетней Саши детский церебральный паралич. Ручки и ножки девочки сводят спазмы. Движения даются с трудом. Маму и папу малышка видят нечетко. Она теряет зрение. Это последствия родовой травмы, кровоизлияния в мозг. В течение последующих двух лет Сашенька практически все время провела в больницах. Было проведено семь операций. После каждой нас врачи вселяли надежду, что все будет хорошо, но операций хватало ненадолго. И через некоторое время Сашеньке становилось хуже. Маленькую Сашу родители привезли сюда, в храм Успения Пресвятой Богородицы, где больше века назад молилась другая девочка, не способная ходить и видеть. Крестьянка Матрена Никонова. Сейчас Саша восстанавливается после седьмой по счету операции на мозге. Хирурги уже сделали все, что могли. Теперь надежда только на успешную реабилитацию. От этого зависит самое главное. Будет девочка вести полноценную жизнь или навсегда останется беспомощной. Валерий и Юлия верят. Святая Матрона услышит их молитвы и совершит для маленькой Саши чудо. Она матушка для наших детей, она матушка для нас. Человек, который не покинет тебя никогда. Будет в своем сердце. Который помогает на самом деле реально. Сюда, в крошечное село Себино, в 260 километрах от Москвы, съезжаются паломники со всей России. Яна из города Кимовск. Здесь, чтобы поблагодарить Матрону за спасение брата, который чудом уцелел в автокатастрофе. Очень сильно пострадала машина, не подлежит ремонту. Но он остался жив, и на нем ни одной царапины. Перед ним на панели в машине стояла икона Матроночки. Поэтому я здесь, и после этого случая я очень верю в нее. Москвичка Алла рассказывает, что Матрона помогла ее семье решить давнюю проблему с жильем. Простит в том, чтобы мы уже дали квартиру. Тоже помогла. Потом, ну, за каждую мелочь я к ней вращаюсь. То есть я не представляю, как жить без нее. И вообще это, как хорошо, что она есть у нас. Прислужница в местном храме Успения Богородицы Марии Носкова говорит, что на ее памяти не было случая, чтобы святая не откликнулась на молитвы паломников. Она очень много помогает. У кого детей нету, потом просите детей. Дети даже рождались. В храме есть специальная книга, в которую прихожане записывают чудеса, сотворенные Блаженной Матроной. Здесь собраны десятки невероятных историй. Вот мальчик, через 5 лет, годик пропал. Читайте дальше. Годик пропал, а потом, наверное, нашли Матронушку. А это знаменитый Покровский монастырь в Москве, где покоятся мощи святой. Каждый день сюда приходят сотни людей. Большинство, чтобы поблагодарить Матрону за совет или помощь. Традиционно в православии каждому святому принято обращаться за помощью в конкретной жизненной ситуации. Например, у святого Пантелеймона просят о здоровье для себя и домашних. Спиридону Тримифунтскому молятся при трудностях с деньгами или с поиском работы. Чем это вызвано? Опять же, это не просто традиция некая, установленная церковью. Просто чисто опытным путем замечено о том, что тот или иной святой именно в конкретных ситуациях помогает чаще и быстрее. Блаженная Матрона Московская – одна из немногих святых, которые идут с любыми заботами. Купить жилье, выйти замуж, найти работу, сдать экзамен. О помощи просят не заученными молитвами, а своими словами, как живого близкого человека. Пожалуй, именно за это Матрону Московскую называют народной святой. Она действительно является такой великой помощницей. Я думаю, что любой человек, который сегодня приходит и просит, он не уходит, не услышит. На всех фотографиях Матрона улыбается. Слепая, потерявшая способность ходить, она никогда не жаловалась на судьбу. Спала Матрона мало, на сундучке, подложив кулачок под голову и все время молилась. Матронушка, как ее зовут, это удивительное явление нашего времени. То есть святые являются не с первого, второго века, а вот они сейчас. За что же Матрона Никонова удостоилась своего невероятного дара и как стала одной из самых почитаемых святых? Эти фотографии сделаны в 1998 году. Гроб с телом блаженной Матроны по благословению патриарха Алексея II с почестями доставляют в Покровский женский монастырь на Обельмановской заставе. Сегодня серебряная рака с мощами старицы – одна из главных православных святынь России. В тот же день, 1 мая 1998 года, начала работу комиссия по канонизации святых Московской епархии. Удивительно, Матрона жила недавно, осталось много свидетелей ее пророчеств и тех, кого она исцелила. Тем не менее, составление жития блаженной Матроны заняло у комиссии целый год. Не в последнюю очередь потому, что многие истории, рассказанные очевидцами, были неоднозначными. Достаточно, я думаю, что достаточно там было обсуждаемых вопросов, но которые никак не соответствовали православным канонам, православной картине, парадигмам православным. Поэтому это житие было отредактировано. Например, комиссия по канонизации так и не решилась включить в житие святой поразительный случай исцеления женщины, свидетелями которого стали несколько человек. После молитв Матроны у больной изо рта выпала ящерица с рожками. Зря я ее сожгла, надо было в баночку посадить, тогда бы и сама ведьма пришла. Православная церковь является самым таким скептическим настроем ко всем чудесным проявлениям и чудесам. Каждый случай исследуется и когда выносится решение о канонизации того или иного человека, то комиссия изучает подробно все эти проявления, отсеивает действительно от вселяющих недоверие и выносится решение. С другой стороны, от жития и не требуется точной биографической достоверности, житие должно нам показать, чем святой может нам помочь, чем он нам близок, а не разъяснять нам подробности его биографии. По канонам Русской Православной Церкви для причисления к лику святых есть несколько обязательных условий. Божественное знамение, народное почитание и праведность. Нужно, чтобы человек исполнил Евангелие в жизни, чтобы он был благочестивым человеком, чтобы он был человеком церкви, чтобы он своей жизнью светил, возвещал о Христе. И вот святые, они еще при своей жизни земной, они уже могли совершать чудеса, они могли уже помогать другим. Матрону Московскую причислили к лику святых 2 мая 1999 года. Акт о канонизации зачитывал лично патриарх Алексий II. У монастыря в тот день собралось небывалое количество паломников, несколько тысяч человек. Многие занимали очередь с ночи, чтобы приложиться к мощам блаженной старицы. Все-таки к пустому колодцу за водой не ходят. А то, что Матрона помогает, поэтому идут люди. И просят ее помощь, и просят ее защиты. Удивительно, но многие отмечают, после преклонения к чудотворным мощам Матроны, часто наступает озарение. Вдруг приходит в голову неожиданное решение, словно святая подсказывает верный ответ. Одно из чудес – это выразумление. Выходя от Матронушки, становишься умнее. Она как-то передает свое понимание жизни, вот это духовное понимание. Матронушка наша такая земная, и в то же время не земная. Вот ее особенность. Матрону Московскую не зря называют покровительницей семейного очага. Поклониться мощам старицы приходят пары, мечтающие о детях. Для семьи Ивашовых из Тольятти рождение дочки Лизы стало настоящим чудом. Ведь еще несколько лет назад Светлана услышала от врачей неутешительный диагноз. Мы поженились с мужем в 2004 году и сразу захотели стать родителями, но у нас не получалось. Диагноз у меня был такой склерополикистоз яичников, что мы только не делали с моим врачом. И стимуляцию гормональную, от которой вырастали большие кисты на яичниках. А затем была операция лапароскопия, для того, чтобы тоже забеременеть, но тоже была неудачная. Врачи предупреждали Светлану, шансы забеременеть ничтожно малы. Но девушка не сдавалась. Несколько операций, гормональная терапия, но ради будущего ребенка Светлана была готова на все. Вместе с мужем Сергеем они мечтали о дочке. Вот это вот анализы уже, вот именно лапароскопия операции, когда мы делали, и здесь диагноз стоял бесплодие. Сергей во всем поддерживал Светлану. Вместе они собирали деньги на дорогостоящую операцию за границей. Перед этим решили заехать в Покровский монастырь, к мощам Матроны Московской. Светлана говорит, что это была последняя надежда. Было тепло, мы пришли, к мощам отстояли очень быстро, минут 30-40, а к иконе мы стояли долго, и пошел очень сильный ливень. Многие уходили, многие не могли ожидаться, а мы промокли, наверное, до самой нитки. Мы стояли, и часа два, монастырь закрылся, туда нельзя было зайти. И как только прикоснулся к иконе, так сразу же дождь закончился. Невероятно. Но через две недели после этой поездки Светлана забеременела. Купили штуки три тестов, утром делаем тест, тоже ничего непонятно, то ли есть, то ли нет. То есть я в своей жизни в итоге-то не видел этих заветных двух полосок. Поехали к врачу анализы сдавать, вечером звонит врач, вы беременны. Ну и мы тут, радости, конечно, предела не было вот этому всему. Маленькая Лиза уже знает, что появилась на свет благодаря молитвам Матроне Московской. Светлана и Сергей каждый день благодарят чудотворицу за помощь. И с Светланой мы когда покупали вот книги про Матрону, она ей рассказывала, что, когда родилась, как всю вот эту историю. Вот. И мы ей рассказывали, что ты у нас вымыленная, ты у нас вот такая, такая-то. У нас, ну, Лизка обязательно знает об этом. Ситый Божий, ситый крепень, ситый бессмертный, помилуй наш. Но как святая, которая закончила земной путь шестьдесят три года назад, может наставлять живых и творить чудеса? Мы не учитываем существование рядом с нашим материальным миром, некоего духовного мира, самостоятельного. А вот у этого мира, который бок о бок с нашим существует, который невидим, но очень ощутим, там другие законы. Матрона с детства была немногословной. Часто отвечая на вопросы, изъяснялась загадками или вдруг вместо ответа принималась разыгрывать сценки. Окружающие недоумевали, наблюдая за странными и часто нелепыми действиями незрячей девочки. Вот так обдерют нашего царя батюшку. Бесы на волю вырвутся. И много-много людей, самых лучших, пойдут им служить. Тише, тише, моя хорошая. Не надо так говорить. Большинство исследователей биографии святой сходятся во мнении. Матрона не случайно появилась в тот исторический период, когда в стране рушили храмы, расстреливали священников и тысячами отправляли людей в тюрьмы и лагеря. Она укрепляла людей в вере. Своим примером помогала пережить тяжелые, безбожные времена. Люди шли к Блаженной Матроне сугубо из-за того, что они чувствовали в ней святость. Она сразу была как бы небожитель на земле. И вот такой человек действительно является удивлением для других людей. Это живой свидетель истинности веры и Бога, существования Бога. Смысл слов и действий Блаженной люди обычно постигали гораздо позже и поражались ее прозорливостей. Некоторые из пророчеств Матроны стали понятны только теперь. Когда она еще была девочкой, она делала куклы и клала их себе в подол, и потом подол опускала, и куколки падали. И этим она как бы предсказывала о том, что впоследствии на Руси женщины будут делать аборт, и вот так вот неродившиеся дети будут погибать. Блаженная Матрона говорила, что ей открыто гораздо больше, чем зрячим. Что имела в виду святая? Она часто повторяла, что к каждому человеку приставлены ангел и бес, которые записывают все его поступки и мысли. Более того, Матрона с детства каким-то непостижимым образом видела этих сопровождающих. Барин, да у тебя же рога-то за спиной. Он за плечом твоим сидит. В ухо тебе шепчет. А ты ему веришь. По канонам православия, кроме мира видимого, в котором мы живем, существует другой мир, духовный. Для обычных людей он закрыт. Но считается, что его способны видеть маленькие дети. Многие родители замечают, что младенцы могут улыбаться кому-то невидимому или даже разговаривать с ним. С возрастом обычно годам к пяти это проходит. Но, возможно, Матрона продолжала видеть потусторонний мир всю жизнь. Может, в этом причина ее невероятного дара – предвидеть будущие события и творить чудеса. Мир вообще целостный. Это мы его делим так. Но мы объясняем этот мир только из того знания, которое мы имеем об этом мире. И из того мира появляются какие-то знаки. Божественные знамения сопровождали Матрону всю ее жизнь. Первое чудо случилось на второй день после ее рождения, когда девочку крестили в Себинском храме. Отец Василий Троицкий вскорищу осмотрел слепенькую и новорожденную и начал обряд. Но как только опустил ребенка в купель, над водой поднялся столб ароматного дыма. Удивительно, но эта купель, в которой крестили маленькую Матрону, сохранилась. Более того, эта реликвия до сих пор используется в церковных обрядах. Во время крещения храм объяло сильное благоухание. И с тех пор люди памятные, кто знает это предание, многие стараются, стекаются сюда, чтобы покреститься именно в этой купельке. Это уникальная, чудом сохранившаяся фотография. На снимке тот самый священник Василий Троицкий, крестивший Матрону. А это его правнук, предприниматель Мстислав Казанский. Чем я в душе горжусь, но стараюсь это дело особо не выпячивать. Это эксклюзивное интервью. Мстислав Вячеславович впервые согласился рассказать журналистам невероятную историю, произошедшую с ним и его семьей. Почти все мужчины в его роду были священниками. Но последним, кто служил в церкви, был дед Иван Васильевич Троицкий. А вот отец Мстислава уже стал атеистом и большевиком. Отец мой, ветеран войны, попытался было в свое время вступить в партию коммунистическую, но ему отказали по признаку его рождения. Нам это еще попов не хватало в нашей партии. Воспитанный в духе советского атеизма, Мстислав и сам в Бога никогда не верил. Да и незачем, говорит, было. В 40 лет он уже был успешным бизнесменом, богатым человеком. Жена красавица, двое детей, дом полная чаша. Да только длилось это недолго. Во время кризиса 1998 года бизнесмен разорился. Именно в этот момент ему приснился странный сон. В квартиру вошел человек в черной рясе. Мстислав сразу узнал прадеда, священника Василия Ивановича, который крестил святую Матрону. «Ты правда не понимаешь, почему это все с тобой случилось?» – спросил прадед. Едва проснувшись, бизнесмен отправился в церковь. И в 43-х годах я вместе со своими двумя детьми, Маргаритой и Григорием, встал к аналою. Меня крестил батюшка наш, Стефан. А дальше бизнесмен Казанский повел себя абсолютно нелогично. Вместо того, чтобы договариваться с кредиторами и срочно искать новые займы, он собрал подчиненных и объявил, что они будут строить часовню. Это прозвучит невероятно. Но когда часовня была достроена, и бизнес начал налаживаться, деньги нашлись, часть долгов удалось списать. И вы знаете, вот как-то получилось так. Я преследовал цель и что-то городу дать, и людей сплотить вокруг себя и вокруг завода. А получилось, знаете, как-то интересно, что завод прям с того момента начал работать лучше. Сегодня Мстислав Казанский снова уверен и в себе бизнесмен, глава крупного промышленного предприятия. Он уверен, ему удалось исправить ошибки предков. И теперь все в его роду будет хорошо. Как бы мы сегодня ни юлили, какими бы цифрами ни прикрывались с граничными паспортами, а религии-то нас православные, одна ее почитать надо. А стоп, а стоп в этой религии наш Матроны. День и время обретения мощей Матроны не афишировались, чтобы не допустить столпотворения. Даниловское кладбище перекрыли, работы вели ночью. Однако каким-то образом несколько десятков верующих узнали о событии и ждали за воротами. Археологи трудились несколько часов. Гроб находился на глубине около двух метров. Мерзлую землю вынимали сначала ведрами, потом просто руками. Журналист Владимир Малягин вспоминает, никто не замечал ни усталости, ни холода. В такие моменты наступает вечность просто, и ты к ней прикасаешься, потому что время совершенно исчезает. Послушница Матроны Антонина Малахова, которая много лет ухаживала за ее могилой, рассказывает, когда археологи достигли гроба святой, случилось неожиданное. Когда до него дотронулись, он лопнул пополам, потом на частички разошелся. Владимир Малягин хорошо помнит тот момент. Говорит, тогда произошло еще одно событие, поразившее его до глубины души. Как только вот эти люди прикоснулись к самим мощам, женщина за воротами закричала. В такие минуты мороз проходит по коже, потому что ты видишь явную физическую реальность духовной жизни. Мощи аккуратно извлекли и переложили в специальный гроб. Все мощи сохранились, но плоти не было. Было немножко плоти на затылочке, и на ножках чуть-чуть плоти было. Вот ту, которую взял Патриарх для мочей. Не об этом ли говорила Матрона, когда советовала держаться за ее пяточку? Этот факт поразил всех, кто был на обретении мощей. Вот она святая лежит перед тобой, понимаете, и ты можешь подойти и с благоговением поцеловать вот эти вот останки святого человека. Поэтому это было, конечно, удивительным. Гроб с телом Матроны доставили сюда, в церковь преподобного Симеона в Даниловском монастыре. Наместник храма Архимандрит Алексей, входивший в комиссию по обретению мощей, рассказывает, что здесь отслужили панихиду об упокоении рабы Божией Матроны. А уже через несколько дней к гробу старицы выстроилась очередь паломников. Мы же когда мощи обрятали, привели в порядок, особый есть чин для этого, специалисты этим занимались, духовенства, и вот некоторые ли они были в гробике, а потом они же были переданы в Покровский монастырь. И, конечно же, сюда приходили люди, молились, обращались к Святой Матроне. Чудотворная мощь Матроны Московской последние 17 лет находится в Покровском монастыре. Ее могила на Даниловском кладбище пуста, однако сюда по-прежнему идут люди в надежде, что святая им поможет. Слава Богу, спасибо Матронушке. Актриса Любовь Руденко часто приходит на Даниловское кладбище поблагодарить Святую Матрону за чудесное исцеление. В детстве, занимаясь художественной гимнастикой, Любовь повредила коленные суставы. Эта детская травма мучила ее всю жизнь. Я вообще даже в церкви никогда на колени не вставала, потому что я боялась, что я встану на колени, а потом обратно не поднимусь. Из-за сильных болей в ногах актрисе пришлось отказаться от многих интересных ролей. Впрочем, в некоторой сцены Любовь соглашалась играть с риском для здоровья. Написано в пьесе, рухнуло на колени, я впадала. Я надевала специальные наколенники, потому что просто так я не могу. Ну, там у меня мениски, там просто травма. О блаженной Матроне актриса узнала от подруги. Вместе с ней пошла поклониться святой на Даниловское кладбище. Говорит, что пока выстояла очередь, буквально валилась с ног. А тут еще нужно было встать на колени, чтобы помолиться. Я вижу, как все встают. И вдруг, я не знаю, такое ощущение, что что-то свыше на меня такое снизошло. Это что вообще, что ли немощная совсем уже? Вставай. Я встаю. Я даже не думала в этот момент, что я встала. Я встала на колени, помолилась, я поклонилась. Я положила записочку, отдала цветы. Любовь говорит, что в тот момент о застарелой травме даже не вспомнила. Просто опустилась на колени, как все, и стала молиться. А когда поднялась, не сразу осознала, что колени перестали болеть. Теперь я могу и наклоняться, и на корочки вставать, и на коленки, и опускаться, и подниматься. И вот у меня есть спектакль антрепризный, без всяких наколенников. Любовь Руденко говорит, что каждый день благодарит Матрону за помощь и просит святую о здоровье для своих близких. У меня дома, даже при входе в квартиру, висит такой вот, не плакатик даже, но как иконка такая на веревочке. И я когда выхожу из квартиры, я или захожу, я с ней здороваюсь. И как-то для меня она была даже не святой, а очень такой живой. Трудно поверить, но в 70-х годах могилу Матроны почти никто не навещал. Ее стали забывать. Еще удивительнее, что святая предвидела это. Матрона говорила, после моей смерти люди перестанут ко мне ходить, и могила моя запустеет. Но потом обо мне вспомнят, и пойдут толпами просить помощи, и я стану им помогать. Так и случилось. И самое главное, без всенародного почитания канонизации святой Матроны не могла состояться. Это важнейшее условие для причисления к лику святых. Весь опыт тысячелетней российской канонизации свидетельствует о том, что очень часто церкви остается согласиться с этим. Да, то есть проверить, посмотреть, как это все выглядит. Но тем не менее, начинается все именно с этого народного почитания. С чего же началось почитание Блаженной Матроны? Как именно исполнилось ее пророчество? У Блаженной Матти Матрона, услыши и применение нас, грешных, молящихся тебе. Сейчас Настя Широбокова из Удмуртии обращается к Матроне Московской с благодарностью. Всего несколько лет назад вымаливала у святой жизнь. Мне интересно смотреть, какой я была и как-то жалко саму себя. Сначала затяжная пневмония, потом боли в костях. Настолько сильные, что четырехлетняя Настя разучилась ходить. Врач из областного центра поставила девочке страшный диагноз – лимфобластной лейкоз. Я, конечно, слезы, у меня сразу истерика. И она мне таким, знаете, приказным тоном, врач, не смейте, не смейте реветь. Настя ваши слезы не должна видеть. Сразу вот первый вопрос она задала. Настя крещеная? Я говорю, нет, почему-то вот как-то не успели. И она сказала, быстренько давайте сюда батюшку, прямо в больницу, в палату, и надо крестить. Ну, я помню, что как-то я лежала в палате, и ко мне пришел батюшка, и меня водой церковной брызгали. Она утром проснется, мама, надо молитву читать. Брала иконку, целовала эту иконку и говорила, боженька, я же ходить хочу. Все ведь дети ходят, пожалуйста, боженька, меня вот вылечи. Воле к жизни и усердию четырехлетней девочки поражались многие. Но самое удивительное началось после того, как Настя с мамой побывали в Москве и прикоснулись к мощам Святой Матроны. Как бы после, когда мы вышли, мне так стало легко, как будто бы все это хорошо. Но после этого я поверила, что она реально может это делать, и что существует какая-то чудеса, существует, и что все будет хорошо, и что вот нужно просто верить. Когда Настя с мамой вернулись из Москвы, врачи не поверили глазам. Девочка резво бегала по коридорам больницы. А ведь еще месяц назад маленькая Настя с трудом могла сделать несколько шагов. Нейрохирурги приходили, рефлексы смотрели, ноги, да как она ходит в лаз. Вроде рефлексы вообще слабые, не должна ходить, а она в тапочках прямо бегает. Там уже и проверишь чудеса. Мама Насти, Анжелика Широбокова, уверена, именно помощь Матроны помогла семье перенести это непростое испытание. После того, как дочь пошла на поправку, Анжелика вновь поехала в Покровский монастырь поблагодарить святую. Женщина говорит, что с тех пор она почти каждый день обращается к матушке за советом, разговаривает с ней, как с живым человеком. Я от души своими словами прошу, конечно, начиная с того, что я прошу прощения за свои грехи, вот так, своими словами. И Насте говорю, Настенька, ты не бойся, вот если тебе будет плохо, обращайся. Одна из настольных книг Насти, житие святой Матроны Московской. Девочка, которая сама была на грани жизни и смерти, как никто другой понимает, через что пришлось пройти Матроне Никоновой. Ну, вот была она, конечно, маленькая, беззащитная, хоть и была слепая, и была, конечно, такой, ну и убежали все, но она верила, что все будет хорошо. И говорила, что нужно просто поверить в то, что у тебя есть, и в то, что ты мечтаешь, и вот это сбудется. Известный факт. Официальное житие святой составлялось по рукописи Зинаиды Ждановой, землячки Матроны. В ее московской квартире старица жила с 42-го по 50-е годы. Но мало кто знает, что сначала была другая книга, сборник историй людей, которым помогла Матрона. Егуменья Ксения, настоятельница святого Лутвина монастыря в Коломне, принимала участие в создании этой книги. Первая книжечка, которая была издана в 93-м году, тиражом 100 тысяч экземпляров. Она расходилась в основном за очень дешевые или бесплатно раздавалась на могилке Блажины Матроны. Именно издание книги послужило особому знанию об этой святой, потому что с каждым годом все больше и больше людей приходило на кладбище. Материал для книги предоставила Антонина Малахова, которая много лет ухаживала за могилой Матроны на Даниловском кладбище и собирала свидетельства чудесной помощи святой. Вместе с игуменьей Ксенией она ездила на родину Матроны в Себино расспрашивать односельчан. Мы там прожили 4 дня и собирали это житье, всех опрашивали. Привезли эти все материалы, потом их мы отработали как следует. Игуменья Ксения уверяет, сама Матрона помогла людям узнать о себе. Настоятельница рассказывает о невероятном случае. В монастырь написала женщина, живущая в Алтайском крае, за сотни километров от Коломны. Святая явилась к ней во сне, чтобы помочь вылечить тяжело больного супруга. Ей привиделась слепенькая женщина, которая говорит о том, что напиши письмо в Коломну в Новоголодвин монастырь. Попроси у них книжечку с моим житием и земельку с моей могилы. Она говорит, я простая женщина, я не знаю таких слов. Что такое Коломна, что такое Новоголодвин монастырь, я запомнить не могу. И она ей повторяла 2-3 раза, пока она действительно не запомнила. Это прозвучит невероятно, но самую известную молитву Матроне Московской святая сама продиктовала во сне той самой женщине из Алтайского края. Даже заставила ее проставить ударение. И вот это сейчас молитва у всех людей на руках. Потому что когда сон показали мы старцам, старцы сказали, сон от Бога. И поэтому сказали, что нужно эту молитву печатать и раздавать людям то, что я и сделала. Многие из тех, кто обратился к Матроне за помощью, говорят, что в трудные минуты чувствуют ее поддержку. Словно она незримо находится рядом, направляет и наставляет. Бизнесмен из Москвы Леонид Гарпотин рассказывает, много лет подряд святая Матрона подает ему один и тот же знак. Ну началось все очень просто. Наверное, как говорят, у Бога случайностей не бывает, все не случайно. Сейчас Леонид обеспеченный человек. Но в конце 80-х он, обычный прораб, оказался в отчаянном положении. Зарплату задерживали на несколько месяцев. Дома двое детей, жена в декрете. Он единственный кормилиц в семье. От знакомой Леонид услышал о стареце Матроне, к которой можно прийти на могилу, попросить о помощи. Конечно, в то время оказалось, что это бред какой-то. У умершей просить что-то. Ну так, чтобы не обижать человека, думаю, ладно, что делать. Съезжу, как вот, выпадет время свободное. Ну, просто заскочу. В первый раз, поехав на Даниловское кладбище, Валерий заблудился. Говорит, пока отыскал дорогу совсем продрог. К тому же вспомнил, что забыл купить цветы. Уже хотел махнуть рукой на затею и повернуть домой. Но внезапно у него перед глазами возникла четкая картина. Вход на кладбище слева. Магазинчик желтенький. Прямо вот внутри вот этого все магазина эти ведра с цветами. Внизу ведро с белыми розами. Выше ведро с розами с бордовыми. И одна роза просто сантиметров на 10 выше. Над этими вот, над всеми цветами. Леонид из чистого любопытства дошел до ворот кладбища и был поражен, увидев тот самый цветочный ларек. Зашел в магазин, все как есть. Как было на самом деле. То есть захожу, смотрю, вот это ведро с белыми розами, ведро с этими, и большая роза. Выше. Ее взял. Леонид рассказывает, с тех пор, вот уже 25 лет, когда бы он не шел на могилу Матроны, в магазине для него всегда есть высокая красная роза. Всегда. Вот в ведре стоят розы. Одна вот, ну хотя бы вот настолько она стоит выше. То есть вот я всегда без проблем ее беру. За четверть века привычного цветка не оказалось на месте один единственный раз. Пришли, розы только белые. Нету розы бордовой. Я спрашиваю продавца, я говорю, а у вас есть в холодильнике цветы? Принесла упаковку, открыла, и все ахнули. То есть примерно там, ну 50 или сколько цветов в упаковке, все белые, и один цветок бордовый. То есть я говорю, все давайте, это мой цветок. Их были, это обалдели. Дочка, пап, ну ты даешь. Ну что я даю? Не я даю. Матронушка дает. Леонид признается, тот самый первый визит на могилу Матроны в конце 80-х навсегда изменил его жизнь. Приложился, помолился, начал рассказывать все, что, какие мои проблемы. Вот, то есть все рассказал, встал, за мной стояло. Никого на могиле, у могилы не было, было. Холодно стояла монашка, монахиня. Мне подала песочек, песочек сказала, носи сынок, песочек с собой. Все, что, значит, матушке сказал, все, все у тебя сбудется. И на прощание еще сказала, а урок матушкин запомни. Какой урок, думаю. А через несколько дней Леониду предложили новую работу с хорошей зарплатой. И на прежнем месте вскоре выплатили долг. Вот он, по-видимому, наверное, вот он урок. То есть не сомневайся, не сомневайся, просто и верь. Сейчас у себя на родине, в небольшой деревне в Архангельской области, Леонид Гарпотин строит деревянный храм в честь Святой Матроны. Живет там где-то порядка 400 человек, вот полностью разрушенный, полностью разрушенный бывший колхоз-миллионер. Ни хозяйства, ни производства, вообще ничего нет. Удивительно. Но с тех пор, как еще в недостроенную церковь Леонид доставил частицу креста с могилы Матроны в специальном ковчеге, ему постоянно звонят земляки с радостными новостями. А у нас поля распахали. Потом звонит, а у нас вот какой-то фермер нашелся, он сто овец там привез и начал разводить овец. Ну, то есть, жизнь-то начала оживать. Я же вам говорил, что пришла к вам матрушка, значит, все оживете, все будет хорошо. А это проект семикупольного храма в честь Матроны Московской. Строительство идет полным ходом. К 2016 году на севере столицы появится один из крупнейших храмов, посвященный почитаемой в народе святой. Мы решили, что нужно построить не просто храм в ее честь, а нужно построить большой храм, потому что она не имела своего дома, не имела, где главы подклонить, постоянно переезжала с места на место во время ее жизни. Возводить храм начали в 2013 году. Средства на его строительство собирали всем миром. То, что с такой скоростью храм строится, это уже чудо, потому что, конечно, сейчас настолько все дорого, и кто устроил когда-нибудь сам себе дачный домик, представляет, сколько трудов и сколько средств, а тут такой храм огромный. Строители храма говорят, что работы действительно идут на удивление быстро, словно бы им кто-то помогает, руководит сверху. Я просто на работу хожу какой-то с возвышенной, понимаете, душой, вот, как бы и по чертежам строим, и по своему опыту, ведь храмы возводят на века, правильно? Анатолий рассказывает, что в свое время его отец восстановил в селе разрушенный коммунистами храм. Он у меня был очень верующий человек, вот, и ответственный такой, добрый. Я считаю, что я достоин, так сказать, его и продолжаю отчасти его, самое начатое, но только уже в Москве, больших, так сказать, масштабах. Церковь в честь Матроны Московской строится по уникальному проекту и будет рассчитана на 500 прихожан. Пока же службы проходят во временном храме. Ну и сюда ежедневно приходят десятки людей поклониться образу Святой Матроны, попросить ее о помощи. Постоянно ко мне подходят и говорят о том, что вот это прошение, с которым я обращалась к Блаженной, оно исполнено. Батюшка, возрадуйтесь вместе со мной, потому что я действительно получил то, что, или получил, то, что, о чем я просил, что мне так было необходимо. Уже происходят чудеса, действительно. Или такие, не такие, может быть, значимые для всех, но для каждого человека какое-то маленькое чудо, он тоже его чувствует в какой-то помощи Матронушке в каких-то делах текущих, когда ты что-то не устребаешь, не можешь сделать. Единственное, помолишься, и все как бы вот налаживается и получается благополучно. При жизни Святая Матрона совершила десятки чудес и исцелила сотни людей. После окончания земного пути помогла миллионам. Мы связались с родителями Саши Шаимовой через три месяца после их поездки в Себино, чтобы узнать, как себя чувствует девочка. Валерия и Юлия рассказали, что вскоре после посещения храма на родине Матроны с их семьей произошли удивительные события. Произошли изменения к лучшему за это время. Очень рады, что мы съездили к Матронушке, она нам помогла. Родители Саши рассказывают, уже по пути домой девочка почувствовала себя лучше. Ее обычно сонное состояние сменилось на активное, и она стала больше улыбаться, и очень много болтать. Она жуткая болтушка стала. Сейчас Саша проходит курс реабилитации по новой методике. Она включает много аспектов, физиологический, эмоциональный, интеллектуальный. Диету мы строгую соблюдаем определенную. И вот есть у нас такая горка, мы смастерили, нам тоже друзья помогли. На ней Сашенька учится ползать. Для восстановления девочке было необходимо специальное оборудование. Кроме того, малышку нужно везти на обследование за границу. Родители Саши уверены, Матрона снова помогла им. Через несколько дней после поездки в Себино отцу Саши позвонил незнакомый человек. Матронушка в очередной раз помогает нам через добрых людей. То есть нашелся человек, который сможет оплатить частично одну из поездок в ближайшее время. Очень надеемся, что все совершится. Валерия и Юлия уверены, дочка непременно поправится. Святая Матрона слышит их молитвы и не оставит Сашу. И сейчас Матронушка, она с Сашенькой, она посылает ей добрых людей и помогает. И думаю, дальше будет помогать, потому что без милосердных душ нам не обойтись. И Матронушка знает об этом. Семья Шаимовых молит Матрону о чуде, как и миллионы людей, которые обращаются к блаженной старице. Говорят, Святая никогда не отказывает, если к ней обращаются с искренней верой и чистым сердцем. И помогает, даже если ее просят о невозможном. На своей жизни могу сказать, что во многом все получилось благодаря именно Матушке Матронушке. Я приложилась к мощам и потом буквально, может быть, через два-три дня мне действительно стало легче. У меня такое ощущение, что она как бы вот крылом меня закрывала всякий бед. Благодаря Матронушке одно из самых таких заветных чудес в моей жизни, да, вот я наконец-то у меня обручальное кольцо, которым я очень дорожил, я стала вот замужем. Такое вот ощущение, что Матрона просто нас не оставляла. Вот как будто она шла с нами рядом. Так что молитесь, идите к Матронушке, просите. Она наша скорая помощница, она наша заступница. Слышит ее Господь Бог, наверное, при жизни слышал и сейчас слышит. Я всегда знаю одно, что Господь нас никогда не оставит. Матронушка будет о нас заботиться. Святую Матрону ласково называют Матушкой. Она действительно становится духовной матерью тем, кто обращается к ней за советом и помощью. Возможно, это и есть главный подвиг Великой Святой Матроны Московской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова